Была очень интересная история, когда в одной из воинских частей, вот буквально недавно ребята рассказывали, в одной из воинских частей приезжал генерал, но любой приезд генерала на высшем уровне согласован, и существует уведомительная система о приезде генерала. При этом шли учения, в рамках которых охранников на входе сказали строго-настрого никого не пускать без распоряжения их командира, который гораздо ниже генерала. И вот когда подъезжала машина генерала и говорила, пропустите нас, едет такой-то, такой-то генерал, ребята открыли огонь предупредительный и не пустили очень крутую военную шишку к себе в воинскую часть. И они были поощрены за это, потому что они делали, как положено по уставу, они выполняли приказ своего непосредственного командира. Поэтому можно много говорить о понтах, я такая крутая шишка, я такая крутая шишка. Если дело в том, что ребята в резиденции выполняли приказ своего командира об охране Владимира Владимировича, или его там информация о нем, или его каких-то личных вещей, мало ли, то они поступили абсолютно правильно, и не важно, кто приехал, Дворкович, Дмитрий Анатольевич или кто-то еще. Но черт его знает, какие действительно были предпосылки у нас об этом стране. Но единственное, что хочется верить в то, что этому есть правильное объяснение, то, что люди просто выполняли свой приказ. И когда люди на таком высоком уровне четко следуют инструкциям и выполняют свои приказы, я в этом ничего плохого не вижу.